Всем привет. Это видео о том, как ускорить Windows 10 для игр. Я покажу вам, как ускорить игровую производительность вашего ПК путем правильной настройки Windows 10. Но большинство показанных настроек также подойдут и к предыдущим версиям Windows. Поехали. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. В данном видео я не буду показывать сравнения того, как мой компьютер тянул игру до оптимизации операционной системы и после осуществления настроек. Данный ПК, на котором я снимаю это видео, не является игровым. И чем-то удивить с его помощью я вас не смогу. Тем более, что на разных компьютерах недостаток производительности или то, как сильно он будет заметен, может проявляться по-разному. Но в любом случае, я покажу настройки системы, которые стоит сделать в любом игровом ПК, так как они точно съедают часть его игровой производительности. Конечно же, если у вас есть возможность приобрести мощный игровой ПК или усовершенствовать ваш компьютер, докупив дорогостоящие составляющие, то это видео скорее всего не для вас. Оно станет полезным для тех, у кого нет такой возможности. Но есть желание поиграть в современные игры на имеющемся в наличии железе. Первый шаг коснется выбора схемы электропитания. Ведь для лучшей производительности компьютеру нужно получать больше питания. Для этого перейдите в панель управления – электропитание. Как видите, по умолчанию установлена схема питания сбалансированная. Она предусмотрена для соблюдения баланса между производительностью и энергопотреблением. Если нам нужна максимальная производительность ПК, то выдать он ее сможет только с максимальным энергопотреблением. Поэтому выбираем схему «высокая производительность» и закрываем окно. Второй шаг. Удалите с компьютера неиспользуемые или ненужные программы. Для этого перейдите в панель управления – программы и компоненты. Это все установленные на ПК программы. Просмотрите их и удалите те, которые вам не нужны. Это освободит место на диске и сделает работу системы более стабильной. Возможно, среди данных программ будут обнаружены и вредоносные. Третий шаг. Почистите автозагрузку Windows. Это освободит часть производительности ПК от программ, которые автоматически запускаются при старте системы и работают в фоновом режиме, даже если вы их не используете. Для этого программы запустите диспетчер задач и перейдите во вкладку «Автозагрузка». Это список всех автоматически запускающихся программ при старте системы. И автозагрузка не обязательно была настроена пользователем. Программы часто автоматически включают собственный автозапуск при их установке. Вы об этом и не узнаете. Поэтому список может быть внушительным. Чтобы убрать программу из автозагрузки, кликните на ней и нажмите кнопку «Отключить». В дальнейшем, при необходимости, вы сможете запустить нужную программу вручную через ярлык. Но при желании автозагрузку программы можно будет снова активировать. Это значительно ускорит работу ПК и сократит время загрузки операционной системы при старте компьютера. В диспетчере задач также обязательно обратите внимание на вкладку «Процессы». Здесь отображены все запущенные на ПК процессы. Их может и не быть в автозагрузке. По каждому процессу отображена информация о том, насколько сильно он грузит процессор компьютера, о чем указано в колонке «ЦП». И сколько оперативной памяти использует «Колонка память». Просмотрите процессы. Если какой-то из них использует слишком много ресурсов вашего ПК, то его можно завершить. Для этого достаточно выделить его и нажать кнопку «Снять задачу». Только не отключайте все процессы подряд. Если отключите какой-то важный, системный, компьютер может отключиться или начать тормозить. При желании детальное видео о диспетчере задач Windows вы можете посмотреть у нас. Ссылку на него оставлю в описании. Шаг 4. Отключите ненужные ресурсоемкие службы Windows. Это автоматически запускаемые системой при запуске Windows приложения. Таких процессов очень много, но не все они используются. Отключив неиспользуемые, мы также освобождаем часть производительности ПК. Как это сделать? Перейдите к поиску Windows или в меню «Пуск» и наберите «Службы». Запустите предлагаемое системное приложение. Как видите, служб системы много и отключать их, не зная за что они отвечают, нельзя. Можно положить систему, но точно можно отключить эти 4 службы. Служба политики диагностики. Диагностик полиси сервис. Автономные файлы. Служба перечислителя переносных устройств. Portable Device Enumerator. Вторичный вход в систему. Secondary Logon. Данный перечень я оставлю в описании. Останавливаться детально на том, за что они отвечают, я не буду. Можете глянуть в интернете, но система без них станет работать только лучше. Итак, чтобы остановить службу, кликните на ней правой кнопкой мыши и выберите «Свойства». В закладке «Общие» нажмите «Остановить». И установите тип запуска вручную. Все, служба остановлена. Таким же образом остановите остальные. Шаг 5. Дефрагментация и оптимизация дисков. Когда фрагментированных файлов становится много, скорость работы жесткого диска уменьшается, поскольку возникают затраты на перемещение головок диска между разделенными фрагментами. А дефрагментация – это перераспределение файлов и логической структуры диска для обеспечения непрерывной последовательности кластеров. Вследствие дефрагментации ускоряется чтение и запись файлов, а следовательно и работа программ по причине непрерывности чтения диска, то есть без дополнительных сдвигов головки жесткого диска. Но имейте в виду, SSD диски не требуют дефрагментации, так как не имеют движущихся частей. Чтобы сделать дефрагментацию жесткого диска, наберите в поле поиска Windows «Дефрагментация» и выберите предлагаемый системный инструмент. Он откроется и вы увидите все ваши диски. Выберите нужный и нажмите кнопку «Оптимизировать». Вы можете установить автоматическую дефрагментацию. Для этого нажмите «Изменить параметры» и поставьте галочку напротив функции «Выполнять по расписанию». Детальное видео о дефрагментации диска в Windows 10 уже есть на нашем канале. Ссылка будет в описании. Шаг 6. Очистка диска. Встроенный в Windows инструмент очистка диска, пожалуй, самое безопасное средство избавления от скопившегося мусора на жестком диске компьютера. Очистка диска весьма эффективно удаляет ненужные, но не уносит с собой какие-либо важные файлы и не приводит к ошибкам. Чтобы очистить диск от мусора, откройте этот компьютер и кликните правой кнопкой мыши по нужному диску. Выберите «Свойства», «Общие», «Очистка диска». Инструмент рассчитает и покажет вам, что можно удалить из диска, от чего очистить. Поставьте галочки напротив того, что хотите удалить. Нажав кнопку «Системные файлы», очистите системные файлы диска. Кроме того, что вы освободите место на диске, вы еще и ускорите его работу очистивать ненужного мусора. Детальное видео об этой и других функциях системы для очистки диска от мусора уже также есть у нас на канале. Смотрите по ссылке в описании. Седьмой шаг. Очистите систему от временных файлов. Обычно такие файлы удаляются автоматически создавшим их процессом, но часто остаются на диске, чем только захламляют и замедляют его работу. И работу системы. Эти файлы не нужны системе. И чтобы очистить ее от них, запустите инструмент «Выполнить» и введите в нем «Процент», «Темп», «Процент». Окей, выделите все файлы в открывшейся папке и удалите их. Это и будут временные файлы. Снова возвращаемся к инструменту «Выполнить» и вводим в нем «Темп», «Без процентов». Окей, в этой папке также удаляем все файлы. Еще раз возвращаемся к инструменту «Выполнить» и вводим в нем «Префетч». Окей, в этой папке также удаляем все файлы. Все временные файлы удалены. Шаг 8. Отключить ненужные службы конфигурации системы. Для этого запустите инструмент «Выполнить» и введите в нем «МС Конфиг». В окне меню «Конфигурация системы» перейдите в вкладку «Службы» и отметьте «Не отображать службы Microsoft», чтобы случайно не отключить лишнего. Среди оставшегося списка просмотрите и уберите отметку из тех, которые вы хотите отключить. Применить. Окей. Девятый шаг. Твики реестра. Твики реестра – это настройки ПО, операционные системы, пользовательские настройки, хранящиеся в системном реестре. Некоторые из них также влияют на производительность ПК. Таких много, покажу несколько. Для этого переходим в реестр Windows, инструмент «Выполнить», «Reg Edit». В открывшемся реестре переходим в папку «HK Current User», «Control Panel», «Mouse», находим параметр «Mouse Hover Time» и меняем его значение на 10. Теперь здесь же в папке «Control Panel» переходим в папку «Desktop». Находим параметр «Mouse Show Delay» и меняем его значение на 10. Для вступления в силу изменений перезагрузите компьютер. Не меняйте в реестре ничего лишнего, не зная, что именно вы делаете. Можете положить систему. И в последнем, 10-м шаге мы оптимизируем визуальные эффекты и оформление операционной системы, которые также потребляют ресурс ПК. Я думаю, что опытные пользователи ПК уже знакомы с этой настройкой, так как в более старых версиях Windows, XP, Vista или 7 без нее было не обойтись. Итак, введите в меню «Пуск» или «Поиски» «Система» и запустите соответствующий инструмент. Далее, «Дополнительные параметры», «Закладка Дополнительно». В блоке «Быстродействие» нажимаем «Параметры». Откроется инструмент «Параметры быстродействия». Выбираем вкладку «Визуальные эффекты». Как видим, в моем случае все значения выставлены по умолчанию. Но есть еще два варианта настроек. Обеспечить наилучший вид и обеспечить наилучшее быстродействие. Естественно, отмечаю «Обеспечить наилучшее быстродействие». Применить. Ок. Возможно, в результате этого интерфейс системы станет не таким красивым. Но на быстродействие ПК это однозначно повлияет положительно. После осуществления всех этих настроек перезагрузите компьютер, чтобы все вступило в силу и применилось. В результате эта нагрузка на ПК, которую осуществляла система своей работой, снизится. Есть еще один способ оптимизировать ПК под игры. Я его не выношу, как еще один одиннадцатый пункт, так как мне кажется, это отдельная история. Но я не могу не упомянуть о программах-оптимизаторах ПК или ускорителях игр. Гейм-бустерах. Их также есть много. Но давайте рассмотрим бесплатный Razer Cortex. Ссылку на официальный сайт я оставляю в описании. Установите и запустите программу на вашем ПК. Для ее работы потребуется регистрация, но она ни к чему вас не обязывает. После запуска приложения вы увидите четыре меню. Ускоритель игр. Ускоритель системы. Акции. Награды. Нам интересны первые два. С помощью функции «Ускоритель системы» можно оптимизировать или ускорить работу вашей системы. Как видите, программа может очистить систему, оптимизировать работу элементов ПК и осуществить деформентацию игр. Нажмите кнопку «Сканировать» и инструмент определит, что в системе можно оптимизировать. Выберите, что вы действительно хотите оптимизировать и нажмите кнопку «Оптимизировать». Многое из того, что предлагает сделать программа, я уже показывал, как сделать вручную. Razer Cortex как бы делает это все в автоматическом режиме. Это и очистка системы, и отключение ненужных служб, и так далее. В меню «Ускоритель игр» «Моя библиотека» должны стать доступны все установленные на ПК игры. Если программа их автоматически не увидит, то их сюда можно добавить, нажав «плюс». То, как Razer Cortex будет ускорять игру, можно определить по подменю «Ускорение». Переходим туда и видим, какие элементы системы будут оптимизированы. Какие процессы и службы будут остановлены. При желании можно дополнительно отметить желаемые или убрать отметку с отмеченных автоматически. Чтобы запустить игру, используя ускоритель, перейдите в меню «Моя библиотека». Выделите нужную игру и нажмите «Играть». После этого, геймбустер применит выставленные настройки оптимизации и запустит игру с их учетом. Теперь игра должна начать работать веселей. Надеюсь, предоставленная в этом видео информация будет вам полезной. Если у вас возникли вопросы, задавайте их в комментариях. Предлагайте свои способы ускорения слабого компьютера. Ставьте под видео лайк и подписывайтесь на наш канал. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok